Мы едем на митинг в городе Владимире, на мирный митинг, завершение логичное нашего проезда в родовом поместье. Первое слово я хочу представить фонду, Владимирскому фонду Анастасия, который много сделал. Собственно, он является и организатором нашего мероприятия, многое сделал и постоянно поддерживает и писателя, которого мы все знаем, Владимира Мегре. И первое слово представляется Владиловой Майи Владимировне. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую всех на нашем митинге, посвященном теме родовые поместья национальной идеи России. Митинг объявляю открытым. Сейчас я зачитаю подготовленный регламент нашего митинга. Национальная идея, вот она, красивая, спокойная и уверенная в себе, благодаря книгам Владимирского писателя Владимира Николаевича Мегре и главной героине его книг пришла в Россию. Она подарила людям образ будущей процветающей страны, в которой живут в достатке, любви и согласии счастливые семьи, родовое поместье. Назвали ее люди и сказали, мы возьмем по гектару земли и создадим на нем цветущий оазис, тем самым превратим всю страну в райский сад. Наши дети станут талантливыми учеными и поэтами, будут жить в любви и согласии. Для них и Родины мы создаем свои родовые поместья. Я, Владилова Майя Владимировна, исполнительный директор Владимирского фонда культуры и поддержки творчества Анастасия. Фонд существует с 1999 года и все это время непосредственно контактирует с читателями, создателями родовых поместьй книг Владимира Мегре «Звенящие кедры России». В России на сегодняшний день уже существует 210 поселений, состоящих из родовых поместьй. Вдумайтесь, сколько десятилетий на разных уровнях говорили о возрождении села, о духовности, о здоровом образе жизни и вдруг случилось. За дело взялся сам народ, а за ним и власть стала действовать и помогать. В настоящее время законы с идеями книг Владимира Мегре о родовом поместье приняты в Белгородской и Брянской областях. И уже в сентябре в Государственной Думе Российской Федерации будет рассматриваться проект закона о родовых усадьбах номер 2695-426. Представлен он на рассмотрение депутатами Государственной Думы от ЛДПР Лебедевым, Ниловым, Свинцовым, Катасоновым. Первоначально он назывался закон о родовом поместье. И это более точное название и, что немаловажно, уже сложившееся в народе. Я выражаю глубокую благодарность депутатам Государственной Думы от ЛДПР Нилову, Лебедеву, Свинцову, Катасонову за поддержку закона о родовых поместьях на федеральном уровне, который на протяжении 10 лет обсуждался с создателями родовых поместьей. Желаю вам здоровья и успехов в вашем деле. Окончательный проект закона был сформулирован Василием Петровым, создателем и жителем своего поместья родового во Владимирской области, поселение Заветное. Я обращаюсь к депутатам Государственной Думы Российской Федерации внимательно отнестись к рассмотрению закона о его принятии и объявить поименное голосование. Мы призываем депутатов всех уровней ознакомиться с идеями книг «Звенящие кедры России» и приступить к созданию своих родовых поместьй на территории России. Я думаю, многие люди не будут голосовать за депутатов, у которых нет в России своей малой родины. Какой смысл им делать что-то хорошее для России, если их родовое гнездо находится за пределами Российской Федерации? Идея родовых поместьй перешагнула страны СНГ и законы готовятся в Татарстане и на Украине. Поселение родовых поместьй существует почти во всех странах СНГ. И это говорит о том, что сама идея родового поместья становится уже национальной идеей. Флагманом по строительству Новой России, считаю, является Владимирская область. Из 210 действующих поселений, родовых поместьй в России, во Владимирской области их порядка 15. Это Судогодский, Суздальский, Меленковский, Муромский, Везняковский, Кольчугинский и Петушинские районы. Мы поддерживаем позитивное начинание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и просим при принятии закона в окончательном варианте вернуть все-таки закону и его первоначальное название о родовом поместье. Вы согласны с этим? Да! Мы приглашаем администрацию Владимирской области во главе с временно исполняющей обязанности губернатора Владимирской области Светлану Юрьевну Орлову и депутатов законодательного собрания посетить поселения родовых поместьй, расположенные на территории Владимирской области. Будем рады поговорить с вами о прекрасном будущем России и нашего региона. Пока свое выступление считаю оконченным, слово предоставляю Блохину Александру. Большущий вам привет от Смолян, из Смоленской области, поселение Староселье, которое было создано в 2000 году. Кое-кто даже из вас был в Староселье, первые приезжали делиться, смотреть, как это все происходит. Вы знаете, вот Павлов Михаил Юрьевич уже научно доказал и сделал все необходимые выкладки для того, чтобы показать, что родовое поместье может быть экономически выгодным не только его жителям, но и стране России, не только России, а далеко за пределы. Здравствуйте. Семья Молчановых. Просто семья, живущая в поселении родовых поместьй, родной. Можно много говорить, как плохо живется в городе и как хорошо в родовом поместье. Вот мы вышли втроем. Это моя семья. Это мой род, который мы создали на гектаре земли. Адрес деревня Коняева, дом 2. Приезжайте, посмотрите. За 11 лет земля, раньше служившая под картофельное поле, стала местом нашего творения, где мы сотворили сад, пруды, здания, где мы живем, где есть лес, в котором мы собираем грибы, где создалась новая семья. Я, моя жена, мой наследник, мой сын, которому я очень рад. И который примет ту эстафету, которую мы заложили на этой земле. Поэтому просто приезжайте, посмотрите, сравните, как живете вы и как живем мы. Нам было уже за 40, когда попались книги Анастасии, пришли в нашу жизнь. После этого у нас появился ребенок. После этого появился новый смысл в жизни, появилась новая цель. И действительно, в 45 жизнь только... Жизнь только начинается. И когда у человека есть постоянно смысл в жизни, есть постоянно цель в жизни, он тогда молод, здоров и счастлив. И именно поэтому, делясь своим опытом, мы можем сказать, что за те 10 лет, 11, которые мы живем в родовом поместье, мы забыли, что такое болезнь, мы забыли, что такое возраст, мы забыли, что такое скука, мы забыли, что такое отсутствие общения, одиночество, то, что люди ощущают в городе, мы это забыли. И поэтому мы благодарны. Знаете, что такое пруд в 30 с лишним градусах? 5 раз, 10 в день захочешь, говоришь, спасибо, Владимир, спасибо, Анастасия. Даже за вот эту идею, что человек не мучается в жаре, он живет в лесу, он живет в саду, у него имеется прекрасный круг и прекрасные соседи. Мы благодарны всем, кто пришли и поселились рядом с нами. Сейчас действительно поселение родное, одно из самых больших в стране и в мире существует. Спасибо вам, наши добрые соседи. Здравствуйте, жители города Владимира, страны России и другие. Мы с Ириной живем в родовом поместье уже 9-й год. Уже почти превратились в аборигенов. Рады очень, что данная идея сегодня смогла о себе заявить на площади перед Владимирской администрацией. Это знаковое событие, второе знаковое событие, что принимается закон о родовых поместьях. И мы рады этому знаковому событию. И мы рады родовому поместью. Сегодня в России появилась и развивается идея родовых поместьей. Этому свидетельствует более 200 поселений, созданных на сегодняшний день на территории России, разбросанных и охватывающих всю ее территорию. Этому свидетельствует то, что мы сегодня здесь. Этому свидетельствует то, что наш закон о родовых поместьях сегодня уже в доме. Поэтому мы сегодня обращаемся к нашей власти, к нашим депутатам. Необходимо как можно скорее принять закон о родовых поместьях, позволяющих каждой российской семье бесплатно взять один гектар земли и создать на нем совершенное пространство для себя и своих потомков на веках. И тогда наша Россия станет самой передовой, самой мощной, самой сильным государством на планете, флагманом мировой человеческой цивилизации. Поэтому мы говорим за родину, за Путина, за свободную Россию, за совершенную среду обитания, родовые поместья. Я догоняла автостопом наш автопробег, и меня привлекла больше всех благих идей. Именно вот идея о том, что хватит ругать, давайте помогать. Вот под этим девизом действительно проходил автопробег. Мы очень часто критикуем, а это уже, а если она не сопровождается какими-то альтернативными благими делами, то это уже критиканство. Так вот, слава Богу, мы критикуем, но мы же и созидаем. Родовые поместья – национальная идея России. Мы очень благодарны тем, кто поддержал в Госдуме наш законопроект. Но я призываю вас, чтобы она стала действительно национальной, и во все фракции Думы нести наше слово, агитировать каждого, член на Госдуму. И удачи нам на этом пути. Закону о родовых поместьях быть! Закону о родовых поместьях быть! Смех состоялся в июне 2012 года, когда команда из 10 человек настратовали из Новосибирска с концепцией закона о родовых поместьях. Мы проехали города России, 9 городов, и приехали в аппарат президента, где передали концепцию закона. Второй автопробег состоялся в октябре 2012 года. Это уже было более крупномасштабное движение наших колонн. Было 5 веток – северное, западное, южное, восточное. И конечный пункт нашего автопробега также был аппарат президента и фестиваль «Звенящие кедры России». Во втором автопробеге мы уже везли более проработанную концепцию законопроекта о родовых поместьях, которую разрабатывал Василий Петров. Третий автопробег уже завершается сегодня. И в этом автопробеге мы везли идею о том, что название все-таки должно быть родовые поместья. Мы встречались с специалистами аппарата президента, а также с разработчиками, депутатами законно-родовых усадьбов. У нас было две команды, и мы рисковали одновременно. Это произошло вчера. В аппарате президента мы общались с специалистами, доносили информацию о том, что мы вместе с президентом возрождаем нашу Россию, наше вождение России, нового ее пути развития – это родовые поместья, поселения из родовых поместьй. Предлагали расширять наше сотрудничество как в финансовой сфере, чтобы больше государство поддерживало, так и в законодательной. Я считаю, что закон о родовых поместьях – это начало великого пути, но еще необходимо нам прорабатывать очень много законодательных инициатив совместно. Нас, народа, и наших законодателей. Также я предложила президенту Владимиру Владимировичу создавать свое поселение родовых поместьй, свое родовое гнездо. Наши ребята, которые были в Госдуме, также был очень теплый прием, оказан Еловым, Ярославом и его командой. Обговорили все моменты о сотрудничестве, проговорили о законе, о его названии, то есть, в принципе, они нас услышали, «Глаз народа», «Какое хотим мы название». И тоже пригласили создавать поселение родовых поместьй, не отрываться от народа. И во время автопробега еще одной нашей задачей было это формирование позитивного образа чиновников в целом и депутатов конкретно. Так как им предстоит сейчас обсуждать закон, и хотелось бы, чтобы они нас понимали и были вместе с нами. Сейчас этот образ я зачитаю. Я его создавала для Нарышкина Сергея, председателя Госдумы. То есть, это мое такое творчество. А когда сам депутат прочувствует эту идею и захочет создавать поместье. Я думаю, что если Сергей Нарышкин это прочувствует искренне, то он сможет убедить всех депутатов Госдумы, как один из механизмов реализации закона, самим брать 150 гектар и создавать свои поселения. В ходе автопробега мы сформировали образ культуры успешной России. И проезжая по поселениям, мы устраивали вечер, где участники поселений вместе с нами формировали этот образ. И родилась такая формула. Праздники второго автопробега назывались «Моя цветущая родина», праздники второго автопробега «Культурная успешная Россия». И если их соединить, то получится «Моя цветущая родина, культурная, успешная Россия». И еще одна формула. Вместе мы сила, вместе мы свет, вместе мы новой России успех. Мы хотим сказать, Госдума, принимай закон сейчас! Волной любви мы возродим Россию и Кавказ! Здравствуйте! Я участник второго, третьего автопробега, стартера у второго и третьего автопробега. Зовут меня Светлана Ширяева. Живу в родовом поместье родное Владимирской области. Вот. Проехала по всей России. И вчера были в Москве, в администрации президента и в Госдуме. И мы собирали вот такие вот подписи. В подписи проявите волю свою в поддержку закон о родовых поместьях. Есть два бланка. Один бланк официально от сайта, от фонда Анастасии Ру. Он со знаком звенящей кедры России. Я сейчас дочитаю обращение. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, граждане Российской Федерации, просим вас о принятии закона родового поместья. Который дает возможность безвозмездного выделения каждой желающей российской семье не менее одного гектара земли для обустройства на нем родового поместья. Земля выделяет как пожизненное, неотчуждаемое и неизымаемое опорствование. Право передачи по наследству. Участок не подлежит купе-продаже. Земля и произведенные в родовом поместье продукции не облагаются никакими налогами. Идея родового поместья озвучена в книгах Владимира Мегре серии звенящих кедры России. Здравствуйте, вас. Приветствую, третий автопробег, культурно-испешная Россия. Мы вот очень весело, со смыслом проехали под нашей Святой Руси. У нас есть гимн нашего автопробега, в котором отражаются все наши учаяния, цели, задачи. Сейчас мы его споем. Мы едем к Путину, командой нашей дружной, чтобы передать привет отчастных всех людей. Который год в ответе, он за всю отчизну, за красоту лицов, лугов, озер, морей. И есть мечта у нас, заветная, большая, что превратит планету всю в цветущей сад. Мы президенту в этом деле помогаем, плечо подставим, как в народе говорят. Живем давно мы в родовых своих поместьях. Живую Родину мы строим на века, И государство укрепим делами вместе. Цветущей будет и счастливой вся земля. И есть мечта у нас, заветная, большая, что поселила счастье в любящей семье. Мы президенту в этом деле помогаем, везем проект закона о родной земле. Нас проводил в счастливый путь, любимый город. Улыбкой горожан, поддержкой добра встречают нас в пути друзья страны огромной. Чулябинск, Омск, Уфа, Казань, Тюмень, Москва. И есть мечта у нас, заветная, большая, объединилась, чтоб в творении вся страна. Мы президенту в этом деле помогаем, мы зажигаем светом пылкие сердца. И есть мечта у нас, заветная, большая, объединилась, чтоб в творении вся страна. Мы президенту в этом деле помогаем, мы зажигаем светом пылкие сердца. Народ пройдет закон о родных поместьях. Потом их было изменено название на усадьбы. И сейчас появилась еще одна маленькая несуразица. Строители родовых усадьб расшифровываются. А гравиатура как? Представляете, во Владимирской области живут эти самые, которые не строители родовых поместьй, СРП, а те, которые строители родовых усадьб. Да, это звучит очень странно. И закон об информации скорее всего запретит размещать в разных источниках такую фразу. Вот, спасибо. Или селение родовых усадьб, селение родовых поместьй. Посмотрите, какая аббревиатура получается. Спасибо. Лозунг «Все на землю» очень на данный момент объективен и реален. Русская семья, иди на землю, живи счастливо, здорово и ответственно. Голосуем за родовые поместья! Добрый день. Меня зовут Чернышов Александр. Я из поселения родное Владимирской области. Почему я пришел сюда сегодня? Я считаю, что поддержка родовых поместьй сегодня моя здесь, это мой голос в поддержку закона родовых поместьй. Я голосую за закон родовых поместьй. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Полина Мегре. Я являюсь учредителем компании «Извиняющий кедр» и делегатом от нашей компании. Мы приехали сюда на митинг. Приехали уже более шести поселений. И везде мы общались с людьми, жителями поселений, родовых поместьй. И народ очень четко себя позиционирует и естественно осознает, что они пришли на родовое поместье. И создают родовое поместье. мнение людей однозначно. Об этом свидетельствует и будет свидетельствовать наш документальный фильм, подписные листы официальные от фонда Анастасия, представленные на сайте Анастасия. И тут мнение народа однозначно. Несмотря на любого рода агитаторов возможных, которые будут и появляться в дальнейшем, люди себя четко позиционируют. Вот основная мысль, что я хотела сказать сегодня. И здесь и сейчас мы находимся все в поддержку родовых поместьй. Обязательно нужна чистота образа. Нужен закон, который хочет народ. Вот здесь и сейчас мы это хотим донести. Напоминаю всем собравшимся и кто желает еще высказаться в этом ключе. Своё однозначное мнение и обосновать почему. Почему родовые поместья, а не усадьбы. Усадьба, слово усади. А кто усади? Почему усади? Мы пришли добровольцы. Что такое родовое поместье? Оно происходит от слова место. То есть место во вселенной, место в пространстве, место на земле. То есть первичным является земля. Слово поместье, место, слово место означает меня сто. То есть это я и мой род. Поэтому ни в коем случае нельзя менять название. Название должно остаться родовые поместья. Закон о родовых поместьях. Меня зовут Василий. Я участник автопробега. Хочу сказать почему я за закон о родовых поместьях, а не усадьба. Каждый родитель должен дать своего ребенка три плана, три точки. То есть родительская мысль там в пространстве он должен быть сотворен, то есть значат. И там, где он был значат, должен быть он и родиться. То есть для меня логичнее все эти три точки поместить, а не усадить. И как я понимаю это выяснили. Поместив эти точки в пространстве я смогу возродить свой род полноценным радостным и счастливым. А если я их усажу в тени точки, то у меня как-то картины, представления радостные нет. Поэтому я за закон о родовых поместьях. дорогие дорогие друзья, наш митинг подходит к завершению. Спасибо всем, кто принял свое участие в нашем митинге за родовые поместья, за национальную идею России. Тем самым мы выражаем свое волеизъявление нашим депутатам, нашему президенту Российской Федерации. Осуществляем тем самым помощь и то, что желает и хочет народ. Я благодарю администрацию города Владимира, администрацию Владимирской области в помощи в проведении нашего мероприятия. Мы всегда готовы оказать им содействие и готовы предоставлять информационные материалы и сотрудничать. Я благодарю Управление внутренних дел города Владимира, осуществляющее правопорядок нашего мероприятия. Полагаю, что наше движение «Звенящие кедры России» признано вдохнуть позитивное начало. Я предлагаю в сентябре 2013 года провести праздничные митинги во всей стране, во всех областных и краевых центрах в поддержку принятия закона о родовом поместье. А в октябре провести масштабный автопробег и фестиваль создателей родовых поместьей «Звенящие кедры», который пройдет в Москве 26 октября 2013 года. Вы поддерживаете эту идею? Да! Еще хотела сказать, что очень важно идет дискуссия о родовом поместье, закон будет, или о родовой усадьбе. Так вот, полагаю, что мы должны говорить о родовом поместье людям, депутатам, чиновникам, что это действительно название, которое полюбил народ и которое признало, что именно это название нужно народу, именно этот закон нужен нашей стране. Вы согласны с этим? Да! Поддержим закон о родовом поместье? Да! Все, спасибо за внимание и предоставляю слово, да, вот сейчас участники митинга споют гимн России. Славься Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предан и данная мудрость народная, славься странам и добиться тобой. Ура! Ура! наше производство находится около тайги. Выработанную резолюцию на митинге родовые поместья национальной идеи России мы относим в законодательное собрание Владимирской области председателю Киселеву Владимиру Николаевичу и временно исполняющей обязанности губернатора Владимирской области Орловой Светлане Юрьевне. А также мы вручаем подарки. Это DVD-диски о родовых поместьях и подарочные наборы из Новосибирска и Сибири из тайги с любовью с таежного производства. Смящие кедры. Продолжение следует... Продолжение следует...